Ну и короче, тут уже это... Мореход кричит с таким же успехом. Обосрёмся прямо здесь. За мной. Тоже бросаются в атаку. С другой стороны предателя. Остались бравые парни Тормунда, мореход и, собственно, сам не знаю. И больше никого фактически. Великан. Про него отдельно. Великан. Вот они остались. И сзади курган из трупов. Скажите, если у вас сначала ехала конница, у вас, наверное, сначала будет до хера трупов конников? Лошадиных, да. Потому, что как вы оказались именно в этом-то месте? Вот просто нарисуйте вот этот вот лист бумаги и прикиньте, где они будут? Вот учитывая, что там три волны атаки. Незнайки дегенеративные. С самим Незнайкой четыре. Вот. Где будет трупов и почему именно в этом месте гора, и они оказываются прижаты к этой самой горе из трупов? Как это работает у вас? Загадка. Я чисто не понимаю. Загадка. Ну и тут... Короче, значит, уже Незнайка упал. Его чуть не зарезали. Тут прибегает рыжий Тормунд. Убивает зарезающего. Поднимает Незнайку. Камера отъезжает. Опять эти курганы из трупов. И тут же, значит, бегут какие-то эти копьеносцы. ОМОН. Болтоевский. Окружают их вместе с курганами, значит, и встают в три ряда эти копьеносцы. Или в четыре. Ну, три точно. Местами может быть четыре. Тоже, кстати, интересно оказывается, что передние стоят со щитами, а вторая шеренга с копьями. Такое быть может. Только не так. Да. И вот всех окружили, опустили копья. И в этом месте сразу видно, что они еще смотрели Эйзенштейн, Александр, Невский. Потому, что там тевтонская пехота именно так и делала. Всем страшно нравится, когда они так стоят со щитами. На них берут глазопые русские. И они ничего не делают, просто опускают копья между щитами. Все на них натыкаются сами. Падают. Копья поднимаются. Очень удобно. Вот так воевать. Красота. Там единственное, что Эйзенштейн эти копья опускались не в один ряд, а рядов три. Вот так. Со всех сторон. Ну, как в этой. В Капитане Алатристе. Ну, там вот как-то это разумно мне показалось, когда они там построились. Тут есть... Ну, там-то построились они в нормальную терцию. Только она маленькая. Правда, очень такая не терция, а такой торцеёчек. Потому, что них денег не хватило. А тут вот это первое. Я, которое можно придумать. Придумали Бенни с Вайсом. Потому, что есть здоровенный щит. Ну, условно, память. Да. Практически память. Вот его держат люди со щитами. И вот вы в одну... В один ряд копий опускаете эти копья между щитами. Значит, вам ни вправо, ни влево его не повернуть. И только вперёд может тыкаться. И вас никто не прикрывает. Вы понимаете, что эти копья вас просто отберут? Просто потому, что вы им маневрировать не в состоянии. Ну, потому, что вот ты его тыкать можешь только вперёд. Если человек сбоку вот так вот рукой схватит... То что? То что дальше, собственно? Ну, кого-то там обязательно подоткнут. Ну, ладно. Они там все храбрые и в доспехах. Кстати, очень может быть, что оно от доспехов отскочит. И не сразу ты его пробьёшь. Вот он тебя рукой за копьё схватил. И ты уж дальше с ним играешь в перетени канат. А учитывая, что ты один, ты можешь оказаться тупо слабее, чем тот мужик, который тебя схватил за копьё. И он у тебя это копьё вырвет. Выдернет. А очень может быть, тебя вместе с ним выдернет. И щитоносом впереди. Тем более, что за копьё можно схватиться не одному, а вдвоём. Вот такой лайфхак. Копья могут использоваться, опять же, чисто из практических соображений. Вот так вот их между щитами, с вот такой вот чёлочкой, чтобы не сманеврировать, использовать только в одном случае. Там сзади у них третья шеренга, и она со щитами. И она вообще в бою не участвует. Там должна стоять вторая шеренга с копьями, которые будут вот так вот сверху щитов эти самые копья поверх плеч держать. Так что если ты соберёшься хватать нижние копья, тебе сразу в рожу тыкать начнут. Прямо тут же. И вот тогда, когда тебе придётся поднимать щит, чтобы закрыть рожу, вот те, кто снизу, они будут прекрасно насаживать. Вот так оно работать может. А когда у тебя впереди стоят люди со щитами, это же просто видно. Вот просто тупо видно. Там Тормунд кричит. Мореход кричит. Братва! За мной прорвём их построение. Разорвём им строй. Разорвём им строй. Маневрировать никогда не сможете. И вас никто не прикрывает. Вот именно так оно и будет точно. И вот как только вы оказались около щитов... Ну, это же финиш. Просто финиш. Приплыли. Приплыли. Потому, что ваши люди с копьями вам уже не могут помочь. У них слишком длинная штука. Или придётся отходить от вас шагов на четыре, чтобы просто как-то свои копья освободить. И таким образом у вас щитоносцы останутся в одну шеренгу. На них навалятся и просто тупо повалят массой или продавят их. И вот вы уже с копьями остались без прикрытия людей со щитами. А вот это уже в самом деле приплыли. Потому, что копьё хорошо, когда к тебе подойти нельзя. Как только к тебе подойти можно, это уже очень плохо. Вот люди с короткими саблями уже пролезли. И дальше что? Всем кишки выпустят.